но мы как и и все все наверное мужики когда-то просиживали по 10 часов в сутки за играми и нам хотелось как то вот это все что у нас такое есть осталось детского юношеского как бы вложить все это ощущение крутости в ролик посмотрели очень много чемпов и увидели вот этот вот жест который вот в конце каждого раунда или даже перед раундом чуваки часто говорят дадим кулачок друг другу и вот вот собственно вот так идея у нас и появилась гейминг да и и киберспорт как части по гейминга это переход там из одной реальности в другую и самое интересное для креатива там производства за то что эти грани они стираются да то есть как бы ты не понимаешь уже где реальное где нереальное и ты можешь как бы уйти от реализма да то есть как и творить абсолютно свободно а вот за киберспортом огромная фан база где начинается юмор мемы приколы это все должно должно соответствовать вот этому языку сленгу этим зрителям хороший опыт для меня ну типа атмосфера нормальная не напряженная поэтому как бы все было просто ну как бы такого глобального подхода еще у нас не было у самих и в принципе мы еще не встречали даже на украинском рынке знаешь настолько детально проработанного скрипта именно с точки зрения вот этим микро фишечек микро идей каких-то это прикольно это круто но она драйвит знаешь заряжаете по делать ну не знаю она как-то сильно окрыляет на самом деле я смотрел как снимает одну сцену три часа и понял что я очень сильно сочувствую тем людям которые занимаются этим всем не знаю почему но как минимум даже смотреть было напряг очень любим спорт да киберспорт дает возможность там условно говоря там еще больше в какой-то нереальность уйти это виртуальная реальность на то есть больше места для для придумок для творчества для для креатива то есть это всегда прикольно качество такого уровня обычно выдать но делают сервисные проекты когда приезжают иностранные режиссеры иностранные продакшены берут локальные продакшены как сервис и делают такую картинку которая знаешь уходит куда-то всегда за пределы нашей страны а у нас остаются мама папа майонез и скучная какая-то хрень здесь получилось все таки знаешь именно ту историю тут не знаю тот тот какой-то мир перенести к нам и это круто и в главном герое и в том что мы видим в окружении и в каких-то пасхалках которые мы заложили всюду такие довольно прикольные так что я думаю буквально в каждой секунде дух бренда мы найдем а 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